Субтитры делал DimaTorzok 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 Дальний Восток в атаке Хорошо Нарушение правил И спешить, конечно, не будут Сейчас, может быть, для удара, конечно, слишком такая дистанция Скосили, конечно, сзади Достаточно грубая игра Ну и, как мы уже сказали, конечно, команда Дальнего Востока не будет спешить Ну что ж, смотрим Здорово, здорово Тут, конечно, задумали Разыграли Затей была, конечно же, очень хорошая Но по исполнению у нас не получилось Атака Сибири Опасно может получиться Здорово уходит Немного передержал мяч Да Одну минуту Добавил арбитр И тут Мимо, мимо пробежал у нас вратарь Что сейчас будет? Очень Да Интересное решение Петра Тяжельникова Покинул он ворота Но Быстрее оказался игрок Дальнего Востока Удар Ну и сейчас меньше 20 секунд остается играть Арбитр Посматривает на свои часы И сейчас, конечно же, команда Дальнего Востока будет мяч контролировать, держать И звучит у нас свисток Со счетом 1-0 Завершается у нас первый тайм Впереди команда Дальневосточного федерального округа Посмотрим, каким будет второй отрезок игры И команда уходит на перерыв Отдохнем и мы с вами Отдохнем и мы с вами Итак, начинается у нас второй тайм Матч между командами Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа Напомним, что первый тайм закончился у нас со счетом 1-0 И во втором отрезке игры мы уверены, что команда Сибири Будет действовать более активно И будет искать счастье в атаке В атаках вернее Да, рискуют остаться не у дел, да, сибирские футболисты Опять же скажем, что это последний заключительный тур сегодня у нас Заключительный день игр Дети Азии И решается судьба серебряных бронзовых медалей Не только в этом матче, да, но и в матче, который после этой игры пройдется В 14.00 начнется игра сборной команды Республики Саха-Якутия И команда Японии Вот это будет зрелище Вот это будет интересно посмотреть А тем более, что, как мы говорили, футболисты Японии Доминировали на протяжении всего турнира Были лучше всех 5 команд 12 мячей забитых и 3 мяча пропущенных О многом говорит Всего в 3 матчах, да Вот это результативность Впечатляющий, конечно, показатель И надеемся, что наши ребята проявят себя очень хорошо В игре с японцами Будем надеяться на то, что японцы будут расслабленными Так как обеспечили уже себе Да, первое место Но мне кажется, да, они будут В полном серьезе, что называется, да, играть Они приехали здесь получать, что называется, игровую практику Да и вообще, мне кажется, философия, да, такая японская Она не предполагает какой-то расслабленности И мне кажется, они будут играть в полную силу И будет очень серьезный матч Потому что наша команда Также имеет шансы Обеспечить себе медали игр Не золотые, но серебряные или бронзовые Да, тут мы видим то, что Атака сибирской команды Завершилась ничем Уверенно действует оборонительная линия команды Дальневосточного федерального округа Сохранили мяч Сибиряки Перевод На правый фланг Лавренцов с мячом Да, видел он, как открывался его партнер, но Ух ты, здорово Лавренцов тут действует Да, видит он открывание партнера Прострел в штрафную Но тут, конечно, подстраховали своего вратаря Игроки команды Дальнего Востока И сейчас будет контратака Вторым темпом решили действовать Заброс вперед И будет угловой удар Подтягивается К штрафной Сибиряки Ну, в первом тайме Как говорится, на втором этаже Футболисты в красных футболках Действовали Не уверенно, но посмотрим Может быть получится, что сейчас И тут Да, чуть не покинул штрафную вратарь В попытке зафиксировать мяч И ваут Ваут выбивает защитник Хотел, конечно, отдать передачу Не получилось Кирилл Бородин Капитан команды Центральный защитник Дальневосточников Хороший перевод на правый фланг И удар Мимо ворот Ну да, активнее, активнее Сибирь Понятно, что С таким заданием они вышли На второй тайм Да, счет обязывает Айти Сибиряков вперед Ну вот Видим то, что Уже есть у нас удар Сычев пытался Пробить Один из самых активных Да, в атаке У сибирской команды Игорь Сычев Многое будет зависеть от него Во втором отрезке игры И Дальний Восток Снова С мячом В центре поля контролирует мяч А игроки Дальневосточного Округа Не догнал Не успел Разыгрывает Осибирь с ворот Новенький газон Да, на нашем Стадионе Юность И Достаточно комфортный Для Игроков Я думаю Очень Хороший Качественный Газон Снова Сибирь Пытается Заладить Мячом Пытается Взять Игру Свои Руки Ну вот И Очередная Атака Дальневосточников И фол В атаке Да, помогал Сибирь Сибирь Руками Игрок Дальневосточного Округа И арбитр Все видел Просит Судья Разыграть Еще раз Очередная Остановка Игры Ну тут После Вброса Нету там Игроков Дальневосточной Команды Мяч Переходит К Сибирякам Отобрали Череда Потерь На вес Штрафную И Аут Калмаков Вбрасывает И Контур Выпад Будет Ну тут Конечно Откровенно Неточная Передача Поставила крест На Атаке Сибиряков Мяч У сборной Дальневосточного Федерального Округа Будет Вброс Саута Штрафной Да Закидывал Ничем Завладели Футболисты Сибирской Команды Но тут же Еще одна Потеря Заброс Штрафной Но тут Конечно же Вратарь Будет Первым На мяче Заброс На нападающего Но Защитник Был Первым На мяче Нет Не перевел Да На фланг Но уже Защитник Подключается Крайне Будет Еще одна Попытка На верш Штрафную Никого Там нет Кроме Вратаря Вроде Поджали Неплохо Но вот Последняя Передача Вообще С последней Передачей Проблема У команды Сибири Не могут Донести Довести Мяч До Завершающего Удара Пока Практически Без ударов Обходится Команда Сибири Дальний Восток Тоже Успокоился Счет Устраивать 1-0 Но Счет Скользкий Счет Скользкий И Атака Неплохо Да сейчас Идут В атаку Дальний Восточный Ну вот Счетно Согубленная Атака Неточный Пас Петр Тержельников Вводит Мяч В игру И очередная Попытка Сибиряков Пойти Вперед На газоне Оказался Сергей Бегунов Да я разобрался Тут Арбитр Не увидел Нарушения В этом эпизоде Все живы Здорово Игра Возобновлена Не совсем Уверенно Действовал Данил Осинцев Но обошлось Да подсказали Ребята Что Набегает Нападающий И Хорошая Передача Не дошла Не дошла Хорошая Передача С обработкой Не получилось 52 минуты Отыграли команды По прежнему А впереди Сборная Дальневосточного Федерального округа Минимальное преимущество В один мяч Потолкаются Футболисты Нарушения нет Здорово Контролирует мяч Команда Дальнего Востока Но Тут же Ошибка Последовало Атака Левым флангом Захлебнулась Мяч там все-таки Покинул пределы поля Замена в составе команды Дальневосточного Федерального округа Константин Харченко Появляется На поле Игра в воздухе И развивается Атака Дальнего Востока Здорово Закидывал штрафную Но внимательно Конечно же Действовали игроки Оборонительной линии Осибирской команды Красиво Конечно же Действовал Пас пяткой Ну и игра Которая Полностью Да Устраивает Команду Дальний Восток Без особенных Моментов Сейчас В основном В середине Поля Ну вот Сейчас попробуют Доставить мяч Верхом Сибирские Футболисты Наверняка Будет навес Практически Всей командой В штрафной Дальневосточников Навес В штрафную И первый Оказался Защитник Дальнего Востока Отбивается Игроки В синих Футболках И атака Левым флангом Да 17 номер Прорывается Константин Харченко Пытался пробить Не получилось Вбрасывать С линии аута Будут Футболисты Сибирского Федерального Округа И замена В составе Сибиряков Поле у нас Покидает Сергей Бегунов И вместо него Появляется Яков Полянский Под 13 Номером Он надеется Тренер Что номер 13 Будет счастливым Для команды Сибири Заменил он Восьмого номера Сергей Бегунов Бегунова И видимо Игра в центре Не устраивает Также Тренерам Посмотрим Какие перемены Произойдут Мяч На правом фланге Продолжается Атака Сибири И сейчас Данил Лавренцов Будет Вбрасывать Штрафную Нарушение правил Больше 20 минут Больше 20 минут Остается еще Играть Половина Второго тайма Еще не сыграно Но момента Как таковых Практически нет Надо сказать Дальний восток Успокоился Не идет в атаку Добился Преимущество В счете 1-0 И пока Этот счет Пытается Держать Контролирует Мяч Сибиряки Не допоняли Друг друга А в этом эпизоде Если Сибирь забьет И игра конца Ничьей То Надо сказать Что По разнице мячей Лучше Сибирь Еще раз Разыграют Футболисты Сибири Еще одна Замена Но уже В составе Дальневосточного Федерального Округа На поле Появляется Артем Смольницкий Вышел он Вместо Рената Дубовика Вносит Коррективы В игру Тренеры Но тут Неточность В передачах Команда Сибирского Округа Со своей половины Поля Организовывают Свою атаку Сибиряки Активно действовала Юрий Марин Сохранил мяч До своей команды В концовке Я думаю Что Разрывы Разрывы В линии Будут Обязательно Да И Уже сейчас Мы наблюдаем Что В принципе Сдали Чуть-чуть Физически Ребята Думаю Что Моменты Обязательно Сейчас появятся Последние 10-15-20 минут Пока достаточно Грамотно Действует Но вот Если подсядут То обязательно Появятся моменты В атакующих команды Пока у нас Меньше Двух мячей В матчах Забито не было Я думаю Что Эта статистика Должна Подтверждаться И в этом матче Минимальный счет 2-0 Да И ничьих Кстати Тоже Не было У нас На турнире Играют Только на победу Команды Но будем Надеяться Что и сегодня У нас Не последний мяч Забитый Мы увидели Здорово Разыгрывают Футболисты Дальневосточного Федерального Округа Заигрывается Чуть-чуть Да Сейчас уже Да Дальневосточники Могут их Наказать За это Сверяки Как-то уже Слишком Расслабленно Выглядит Команда Было бы Наверное Лучше Добиться Большего Превосходства И же тогда Можно было бы Наверное Так валяжно Играть Ну вот Сибиряки Сами помогают Конечно Так же здорово Защищаться И упустил мяч Упустил мяч 17-й номер Константин Харченко Он у нас Действует На левом фланге Дальневосточников И Сибирь Возобновит Атаку Очередная Неточная Передача Здорово Развернулся 12-й номер Евгений Котов И дальний удар Неточный Вот кое-что Из футбольного Мастерства Продемонстрировал Да 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 Очень технично Действовал В этом эпизоде Вбрасывается Саута Будет команда Сибирского округа У нас Этим Преимущественно Занимается Четвертый номер Данил Лавренцов Вот Снова Он вбрасывает Ну тут Не получилось Выполнить Передачу В штрафную У Игоря Сычева И будет Подача Суглового Рожков Подает На ближнюю Штангу Подавал Седьмой номер Сибиряков Ну тут Внимательно Конечно же Действуют Футболисты Дальневосточного Федерального Округа Ну тут Мы видим То что Путаница В атакующих Действиях Мяч в воздухе Еще одна Попытка Сибирской Команды Что-то Придумать А в нападении Здорово Ушел Нарушение Недалеко От Штрафной И желтая Карточка Даже Продемонстрирована Второму номеру Артему Смольницкому И будет Прямой удар Да Это Наверняка Метров Сколько Двадцать пять Больше Да С этой Конечно же Позиции Буду добить У мяча У мяча Юрий Марин Который Кстати Заработал Этот штрафной И давайте Смотреть Да Стенка Из четырех Человека Выстроена И удар Стенку Попадает Мяч Ну тут Конечно Досталось По голове Игроку Команды Дальневосточного Федерального Округа И по всей Видимости Потребуется Помощь Медицинского Персонала Давайте Посмотрим На повторе Вот удар Оцелил В дальнюю Девятку Ну поднялся Пострадавший Игрок В этом эпизоде Игра Будет Возобновлена Замена В составе Команды Дальневосточного Федерального Округа Артем Смольницкий Покинул Поле И Вместо него У нас Вышел Вадим Горьев Да Пошли Замены 65 минут У нас Отыграли Команды Счет По прежнему 1-0 И Сибирский Федеральный Округ Продолжает Пытаться Взбодриться И Действовать Активнее В атакующем Плане Ну пока что Мы Видимо То что Видим Дальневосточный Федеральный Округ В атаке Константин Харченко Пытался Уйти На скорости Не Получилось Тут Выбивают Вперед Дальневосточный Дальневосточный Будет Обязательно Момент Для того Чтобы Взять Ворота Да И Что Со счетом 1-0 У нас Ни один матч Еще не закончился Поздравление Принимает Константин Харченко Записал он Еще один мяч А свой Актив Вот Да Здорово Как Разобрался И с защитником И Как Перекинул Мяч Мимо Вратаря Очень Здорово Да Сыграл В этом Моменте Ну Очень Активен Был Этот парень Константин Харченко Менял Фланги Да Был Активен В атаке И Вот Эта Активность Была Вознаграждена 2-0 Выигрывает Его команда И В активе У Дальневосточников На данный момент Уже 6 очков Разница Мячей Пока 7 забитых 10 пропущенных То есть Минус 3 Кыргызстан Все таки Лучше Да Получше Выглядит Но зато За бронзовую Медаль Может побороться Команда Республики Саха Якутия Но для этого Надо хотя бы Сыграть В ничью С командой Японии Что Архисложная Задача Еще раз Скажем В трех Мячах Сыгранных Япония Забила 12 мячей И Атака Дальнего Востока Смотрим Подсказывают Друг Другу Что Не трогая Не трогая Будет Желтая И Желтая Все таки Будет Наверное Данила Данила Осинцев Нет Не показал Арбитр Но был Полчок Можно было Как срыв Атаки Не стал Арбитр Очень здорово Сейчас Сейчас Кстати Арбитр Этот Матч Проводит По всех Моментах Хорошо Разбирался И Не дал Ни одного Повода Для игроков Для того Чтобы Разгорится Страстям Удар И Пытался Да На Опережении Сыграть Четвертый Номер Дальневосточников Кирилл Бородин Но Бортарь Был первым на мяче Вытянутся в трунку И выбил мяч На угловой Пятый номер Подает Это Алексей Андреев Да Он и пробивал Главный специалист По стандартам Команда ДУФО Подача Двенадцатый номер Два Три ноль Три ноль Да Хорошая атака И Двенадцатый номер Команда Дальневосточников Евгений Котов Его Также не раз Вспоминали Да Во время Репортажа Звали его имя Очень Активен был На протяжении матча Забил мяч Третий мяч Своей команды Три ноль В пользу Дальневосточников Хорошая игра Да И заслуженно Сейчас ведет Команда Дальнего Востока Смотрим На повторе Подача Суглового Здесь поборолся Защитник С вратарем Да Помешал ему Протянутся до мяча Оформляет Дубль В этой встрече Оставили одного Конечно же Да Очень хладнокровно Сыграл И точно Послал мяч В сетку Ворот Соперника Еще одна Контратака Обескуражена Конечно же Сборная Сибирского Федерального округа Вот сейчас То уже надо Идти в обанк Ну ничего не получается Да Откровенно говоря Ни одной такой Осмысленной Атаки мы От Сибири Не видели Вот Не могли ничего Противопоставить Команде Дальнего Востока Очень хорошо Выглядит Эта команда И Меня Это тешит Мне Это нравится Потому что Команда Республики Саха Как раз выиграла У Дальнего Восточника Со счетом 2-1 Будем надеяться Что В игре И с Японией Наши Покажут Свои лучшие Качества Очень интересно Будет Вылетать За этой игрой Впрочем Как и За последними Минутами Этого матча 3-0 И сумеет Ли Сибирь Что называется Распечатать Ворота Соперника Забить Гол Престижа Так называемый Контр-атака Не получается Еще Одна попытка Будет Можно было Сейчас на левый фланг Закинуть мяч Подключался По левому флангу Пятый номер Дальнего источника Времени остается Все меньше 7 с лишним минут И добавленных Минут Я думаю Что будет Не так много Потому что остановок Тоже Немного было Лавренцов Делает Передачу На левый фланг Ну и тут Конечно Перестарался Юрий Марин Мяч переходит Команде Дальневосточного Федерального округа Ну и конечно Пользуются ребята Каждой заминкой Выигрывают По 5 По 7 секунд Время играет За них Конечно же Вот тут Сибирь Конечно же Обороняется Ищет Возможности Чтобы Побежать На контур Выпад Мяч уверенно Держит Дальневосточники И тут еще Один опасный момент Мог бы быть Нет Не будет У нас Контур Атаки Аут Кользу Дальневосточник Бородина Вбрасывает Отобрали И теперь Нет Точная передача Опять Сибирский округ Будет вводить Мяч В игру И вновь Лавренцов Конечно же Будет Вбрасывать Борьба В воздухе И опасно Может Получиться Что Сохранит Мяч Да Конечно Еще одна Атака Дальнего Востока На верх Штраф Но Не оказалось Там его Партнеров Нарушение Левым флангом Вперед Идет Команда Сибирского округа Нарушение Еще одно Но Против Марина У нас Много Нарушают Парень Очень Шустрый Много Двигается И Вот Частенько Не могут Дальневосточники Остановить Девятого номера Сибиряков Без нарушения И Опасно После Подачи Был удар Головой Мяч Пролетел Мимо Не так Много Замен Было У команды Дальнего Востока Что Неудивительно Команда Выглядела Лучше Соперника На протяжении Матча Матча